Сегодня в Красноярске продолжил работу архитектурно-строительный форум Сибири. Один из его участников известный архитектор, издатель и акционист из Екатеринбурга Эдуард Кубенский. В рубрике «Говорим о главном» он рассуждает о том, что ему нравится и не нравится в облике Красноярска. Вы в Красноярске не впервые. У вас наверняка не праздный интерес к городскому пространству, вы смотрите на него профессиональным взглядом. Какие идеи для Красноярска возникают у вас в то время, когда вы по нашим улицам бродите? Ну, я, может быть, начну ответ с того, что не нужно бояться фантастических идей. Представьте себе, что мы с вами сидим в середине 19 века, и я вам говорю, а неплохо было бы под Москвой построить гигантскую железную дорогу со 150-ми станциями, чтобы можно было власть в каждом районе, в каждом доме. И прагматик мне скажет, ну, какой-то сумасшедший человек. Сегодня это называется «Московский метро». Не прошло ей 150 лет, да, получается. Красноярск, даже если вы посмотрите через гугл, да, сверху, через карту, представляет такой бублик. Не знаю, замечали вы это или не замечали. То есть бублик, вот на площади самого бублика расположен город, то есть с одной стороны Енисея, с другой стороны Енисея, он замыкается, там есть транспортная система. А в середине этого бублика пустота под названием острова, остров Татышев, там и прилегающий к этому острову. И это уникальная ситуация, я такого нигде в принципе не встречал. То есть это та же самая кольцевая, радиально-кольцевая система, только она может быть создана не для автомобилистов, а для пешеходов. То есть если вы создадите первое пешеходное кольцо, второе пешеходное кольцо, на краю бублика третье пешеходное кольцо, во-первых, такого в принципе понятия еще не существует нигде. И уникальность еще Красноярска заключается в том, что если я из Екатеринбурга, чтобы отдохнуть, должен выезжать там за 100-150 километров, за город, да, уезжать от города, то у вас ситуация совершенно другая. Вы можете приезжать в город, чтобы отдохнуть. Как Центропарк в Нью-Йорке. Центропарк в Нью-Йорке, да. Кстати, что касается аналогии, я на вашей лекции вчера слышал такой, заинтересовавший всех пример, потому что Новосибирск многие называют не до Москвой, а Екатеринбург не до Петербургом. В связи с этим, какие образы и сравнения у Красноярска могут быть? Красноярск, наверное, что-то не до Цюрих, не до Женева, так может представить себя, потому что там тоже есть горы, там тоже есть вода, там тоже есть исторический город, точно так же, как в Красноярске есть все эти составляющие. И, ну, на самом деле, мне не очень нравятся вот эти вот не до Москва, не до Питер, не до Цюрих, потому что мы начинаем, как бы, мы занимаем вторичную позицию по отношению вот к основному городу, да. Лучше, если, лучше нужно стремиться к тому, чтобы Цюрих размышлял о том, может быть, он не до Красноярск, вот. Нужно искать самоидентификацию, собственно, и делать ее постоянно, даже если нам кажется, что мы ее нашли. То есть это, как бы, постоянный, бесконечный процесс. Последний вопрос, я уже не знаю, он очень простой или очень слабый? С профессиональной точки зрения, нравится, а что не нравится и почему? Мне нравится ландшафт, ландшафт, которого, ну, вот точно нет в моем родном Екатеринбурге. Когда ко мне приезжают гости из столицы, да, они надеются увидеть горы, потому что они вроде как приехали на Урал. И я им говорю, нету гор, давайте, если хотите, можем съездить куда-нибудь. Вот, мы едем, видим горы, ну, не знаю, там, 200, издалека видим 400 метров высотой, но к ним подобраться уже с туристами из Москвы невозможно. А здесь, находясь в центре города, в Красноярске, я вижу этот ландшафт. И меня, на самом деле, вот сколько раз я был, удручает тот факт, что ваши застройщики, ну, почти намеренно его уничтожают. То есть создавая, вот, насколько я знаю, жилой комплекс орбиты, да, так называется, на горах находится, да. Не побоюсь даже этого слова, жилой комплекс орбиты разрушает город Красноярск. Может быть, там удобно и комфортно жить. Наверняка это очень легко продавать все эти апартаменты в этих домах, потому что там шикарные виды открываются наверняка. Но в итоге вы теряете, как бы, вот как раз вот эту вот, вот эту самость городскую, то есть вот этот ландшафт, который, насколько я знаю, вот в городе Киото принят такой, в уставе города принято такое положение, что дома не должны быть, то есть не должны быть выше рельефа, который их окружает. И вот, мне кажется, примерная ситуация должна быть в Красноярске. То есть то, что делает девелопер, это очень короткие деньги. То есть ему нужно построить и продать. А мы, как горожане, являются, по сути, акционерами этого предприятия, под названием Красноярск, да, таким большим. И мы должны сделать так, чтобы эти акции приносили дивиденды нашим детям, нашим внукам, правнукам и так далее. Мы должны думать о долгосрочных перспективах и должны требовать от властей, на мой взгляд, того, чтобы они соблюдали, в том числе и наши интересы, а не только интересы застройщиков, несмотря на то, что они приносят именно сейчас деньги в бюджет. Потому что этот ландшафт может принести невероятные дивиденды Красноярску, потому что такой ландшафта нет в Адис-Абебе. А если Илон Маск построит ветку Адис-Абеба-Красноярск, вакуумного метро, то вполне африканские бизнесмены могут приезжать в Красноярск и любоваться ландшафтом. На выходные. Саян. Спасибо большое. Спасибо большое. Хорошо. Спасибо.